Всем привет! Вы на моем YouTube-канале. Меня зовут Юлия. Я рассказываю о жизни в США. И сегодня буду говорить про недвижимость в Америке и конкретно про аренду. Часть вторая. Какие документы необходимы для того, чтобы арендовать жилье в Америке. А точнее в Майами, потому что я сейчас нахожусь во Флориде, в замечательном солнечном штате. И буду говорить именно про него. Если мы говорим про виды арендуемого жилья, то в США их можно разделить на апартаменты и конды. Чем они отличаются? Визуально практически ничем. Это те же самые билдинги. Да, они выглядят одинаково. Много квартирные дома, в которых практически в каждом есть свой бассейн, спортзал, парковка, прочие бенефиты. Поэтому так с виду отличить их практически нельзя. Но, если мы рассматриваем апартаменты, то это здания, которые принадлежат коммерческой организации. То есть та организация, которая зарабатывает непосредственно на аренде, сдавая квартиры. Если мы говорим про конда, то это дома, билдинги, в которых может купить квартиру каждый желающий, а потом ее сдавать. Да, то есть это уже такая привычная для нас система. Собственник, который владеет квартирой, он ее просто пересдает. Если мы говорим про апартаменты, в чем здесь подоплека? То есть нужен полный пакет документов. То есть та коммерческая организация, да, там листинг офис, они с вас потребуют сразу огромную кипу документов, которые должны быть, ну и есть, да, у каждого американца. Ну это, во-первых, доказательство дохода, income proof, да, что либо вы работаете, либо у вас на счету достаточно денег, чтобы платить за жилье. Дальше это кредитная история и rent история. Если мы говорим про американцев, они, наверное, выбирают больше вот такое жилье, потому что есть тоже свои плюсы, что тебе не нужно конкретно с собственником связываться, искать риэлтора. Поэтому они выбирают просто прийти в листинг офис, заключить договор. Если мы говорим про второй вариант, это аренда у конкретного жильца. В таком случае лучше все делать через риэлтора. То есть он правильно оформит все документы, все расскажет, покажет, и через него будет спокойнее. Плюсы аренды жилья у собственника, это, во-первых, вы можете снять на меньший срок. Не всегда это получается, не все билдинги разрешают собственникам сдавать жилье на короткий срок. Но если это такое возможно, да, то нужно идти все равно к собственнику. То есть если вам нужно жилье на месяц, нужно все равно смотреть жилье через собственника. То есть искать риэлтора. Какие плюсы в этом еще? То есть не обязательно на такой пакет документов. Потому что понятно, что если турист приехал в Америку, ну, скорее всего, у него нет ни кредитной истории, ни рент истории. Что тогда для этого нужно? То есть, ну, понятно, собственник все равно с вас потребуют какие-то доказательства того, что вы не просто так съедете, вы не поломаете мебель, ну, то есть какие-то доказательства того, что вы приличный арендатор. Какие документы? Это практически те же документы, которые вы собираете на визу. Это вы заполняете анкету, вы предоставляете справки из банка, что у вас есть деньги на счету, вы предоставляете какие-то там ксерокопии виз, фотографии. То есть, в принципе, этого достаточно. Возможно, если у вас есть знакомые в Америке, и они смогут поручиться за вас, это тоже будет большим плюсом. Возможно, собственник попросит вас заплатить больше. Допустим, депозиты плюс там за два месяца сразу, да, чтобы было понятно, что вдруг вы просто так не съездите, и ему не придется никого вновь искать. И то, что касается сразу двух вариантов, в обоих случаях арендатора попросят пройти скрининг, то есть показать бэкграунд, это прошлое, да, они посмотрят на то, как были ли вы замечены в каких-то криминальных действиях, психологическое состояние, то есть это как бы такой чекинг, проверка. Вот, стоит она денег, она где-то от 30 долларов за каждого человека. Бывает дороже, сразу предупреждаю. Но это все зависит от риэлтора, от билдинга, с которым вы сотрудничаете. Всегда все по-разному. Если все успешно проходит, то все документы в порядке, то вы заключаете договор и въезжаете. И здесь уже начинаются совершенно другие нюансы, о которых я расскажу позже, потому что нужно быть бдительным, иначе будут проблемы по выселению. Ну, а я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Для меня это очень важно. Спасибо. Всех люблю, всех целую. Пока.